Звучит музыка Звучит музыка Он реагирует мгновенно и подсознательно всей своей физиологической сущностью Поэтому на рейтинге психологических реакций радиация, конечно, стоит на ведущем месте Самое главное, что она неосезаема Ее нельзя потрогать, ее не видно Это нечто неизвестное, которое пугает психологически человека В 1986 году радиация накрыла 16 областей в трех странах Украине, Белоруссии и России Чернобыльская катастрофа задела 5 миллионов человек Так или иначе Из Чернобыльской зоны эвакуировали 130 тысяч жителей Более сотни сел и деревень вымерли Как эта деревня, Рудня-Вересня Что здесь было до аварии, можно только угадывать Под каждым таким холмиком хата На этом месте было село Капачи В 1986-м его похоронили, буквально закопали дома Вместо крестов – треугольники радиоактивности К 20-летию Чернобыльской аварии подготовлен доклад МАГАТЭ Международного агентства по атомной энергии Общее мнение специалистов – не все так страшно, как казалось Последствия для здоровья людей не столь значительны, как считали Цитата из доклада «Проблемы психического здоровья создают намного большую угрозу, чем радиация» И это не просто научный вывод Это причина пересмотреть чернобыльский бюджет и список пострадавших Мое мнение по докладу МАГАТЭ Доклад МАГАТЭ сделан очень профессионально Но очень осторожно В таком в оборонительном плане он сделан Хотя то, что сделали средства массовой информации По сравнению с чернобыльской катастрофой, самой, ее техникой Это несоизмеримо даже невозможно сравнивать МАГАТЭ для чего сделано? Для того, чтобы поддерживать одну энергетику Кто платит деньги МАГАТЭ – наше правительство Это государственные структуры и атомщики У них есть свой интерес Какой? Ну, у атомщиков развитие атомной энергетики И, так сказать, они мечтают о том, чтобы чернобыль поскорее забыли Потому что это их колоссальная ошибка Это реальное свидетельство того, насколько они опасны Им очень неприятна эта вся ситуация Это два одинаково авторитетных эксперта С абсолютно противоположными мнениями Однозначного ответа, каковы последствия Чернобыля На сегодня не существует КП не снимаем Это 30-километровая зона отчуждения Здесь жить нельзя Точнее, запрещено Периметр колючей проволоки – 250 километров На постах спецбатальон киевской милиции На въезде – проверка документов На выезде – уровня радиации Правда, на весь периметр милиции не хватает И незваных гостей отлавливают уже внутри У Александра Свинобоя, Чернобыльского участкового, самый большой участок в Украине 2600 квадратных километров Вся Чернобыльская зона Это как княжество Люксембург Только народу существенно меньше В самом городе Чернобыль постоянных жителей нет 4000 временно проживающих Ученые, егеря, пожарные, дорожные рабочие, повара и продавцы Они работают вахтовым методом 15 дней в зоне, 15 на большой земле Живут временные обитатели города в общежитиях На самом деле это бывшие квартиры коренного населения Там даже мебель от старых хозяев Чернобыль похож на обычный провинциальный городок советских времен Бензин только по талонам Водка только после 19 вечера Правда на автовокзале вместо часов индикатор радиации И главное отличие в городе нет детей Совсем Сегодня в самом Чернобыле, а город находится в 15 километрах от станции Радиация в норме 20 микрорентген в час Не больше чем в Москве На остальной территории дезактивация не проводилась Гулять по лесу настоятельно не рекомендуется По милицейским меркам работа у капитана свинобоя не сложная Поиск чужих, браконьерство и мародерство Мародеров задерживают Но относятся к ним снисходительно Жить-то людям надо Близлежащие села Близлежащие села Близлежащие села Там работы нет А кушать всем хочется Через полю колючки Колючка 249 километров Но охраняет все равно Что один человек Один человек-то идет спокойно Пойдем, пойдем, пойдем Ярд Лидер в УСА Там уже такие заповедные зоны Где давно По-настоящему никто не охотился Смотришь там И депутаты Верховного Совета И чиновники Всякого ранга Правдами-неправдами Прибывают туда Александр Наумов не любит Когда его называют сталкером Он просто ходит в Чернобыльскую зону 18 лет С тех пор, как охранял Железнодорожную станцию В Припяти в 86-м И служил в Чернобыльском Спецбатальоне милиции В 88-м А вы знаете, я туда приезжаю Там заряжаюсь Я встречаю там В каком смысле, простите? Ну, вы знаете, я так чувствую Как этот биоробот Я приехал туда Мои аккумуляторы зарядились Я получил какую-то жизненную энергию Там шикарный воздух В 86-м Капитан Наумов был в зоне Три дня Знает, что получил То ли 70 То ли 120 рентген Врачи путались В показаниях Потом были 9 месяцев Лучевой патологии С тех пор Александр Викторович Ходит по улице В темных очках У него ожог роговицы Лучевую болезнь Наумов победил И на здоровье не жалуется Жалуется на другое На мародеров И туристов Если в первые Там рвались На базу ОРС Какие-то продукты Рвались там В торговый центр Потом начали снимать Даже капель в домах Что-то с газовых Электроплит Ну, все это по мелочи Если взрывали автомобили Была нехватка Запчастей К жуглям Москвичам Начали разрывать Эти могильники И снимать С этих машин То, что можно было Использовать И продать А сейчас Мы приезжаем в зону В последние годы Милиция задержала Тону цветного металла Который собирались Вывести в Славутош Милиция задержала Полтонны лосятина Которую убили браконьеры И хотели вывести Здравствуйте Здравия, Гелая А что, что убегаем? Да мы от них по воду вышли Кто там убегал? От кого убегать? Да Не браконьеры Мы чисто приехали Как последний день Порыбать Рыбалка и охота В зоне запрещена Но устоять перед Таким количеством дичи Невозможно По зоне бродят Кабаны, лоси, лисицы Дикие лошади, косули Мутантов Двухголовых зайцев И волка-собак Нет Это выдумки Желтой прессы Людей, звери Совершенно не боятся Отвыкли Двадцать лет Они здесь Настоящие хозяева Поэтому охота в зоне Детская забава Если не думать Про уровень радиации Хрюша живет в пожарной части Чернобыля уже год Пожарные подобрали его в лесу Да, он еще маленький был Без мамки, без сета Теперь он сын полка Похоз части Вместо собаки Хрюша – дикий ручной кабан В Чернобыле так бывает Хрюшенька, хрюшенька Хрюшенька Снаружи хрюша чистый Ветеринар проверял А внутри Резать всеобщего любимца Никто не собирается Детская забава Не кусается Не стрелит Человеку просто-напросто По правополам Не обращает Это внимание Свинобой приехал в Чернобыль Год назад Ничего героического Предложили – согласился Но поначалу был в шоке Всех приезжих шокирует Именно привычность Здешней жизни Никто ничего не боится Никто ничему не удивляется Там с Киева приезжают Лезут рыбачить С Киева Чернила вот эта Бездежащая Это люди там Попадаются не очень-то Бедные бизнесмены А они говорят Нам сам интерес поймать Может выбрасывают Может выбрасывают У меня еще не видел Что выбрасывали Мы рада вас приветствовать На нашей земле Украины Кладбище чернобыльской техники В Рассохе В метре от этих боевых машин Прибор показывает 500 микрорентген За час можно получить Суточную дозу На броне прибор будет Зашкаливать Но лучше не проверять В 86-м эти машины Прошли огонь, воду И смертельный уровень радиации Но погибли не от этого От мародеров С зараженной техники Сняли все, что снимается Виктор Константинович Виктор Константинович с напарником Обходит площадку Несколько раз в смену Но уберечь технику От людей А точнее людей От радиоактивной техники Не удается Нет у нас оружия Нет руками Его на этом Резиновая плетка Есть на всякий случай Мы ее предприменяем Если они не подчиняются Не уходят с территории Ну тогда уже мы Везем такие вот Пойманных охотников За металлом Сдают милицию Но аборигенов Не пугают Ни милиция Ни радиация Килограмм металлолома Стоит почти гривну 4 рубля Микрорентгены Достаются бесплатно Впрочем Государство тоже Приторговывает Останками боевых машин Рядом с кладбищем Мастерская Где металл очищают Как могут И на переплавку Сказали на тромху У нас есть Наркопитель ЭПГ-03 Вот это все Мы потом В конце смены После окончания вахты Сдаем Нашим дозиметристам Они Они Приборы Определяют Степень погрязненности Полученные нами Здесь На зараженном объекте И так И каждую вахту Уже мы стали Такие Непроникающие Нас уже Это дело Не берет Ничего Мы живем И работаем Вокруг лучевой болезни Много мифов Радиацию не видно Ее невозможно почувствовать Люди всегда боятся Неизвестного Существует даже Специальный термин Радиофобия Миф первый От сильного облучения Все умирают Это не так Лучевая болезнь Лечится Да, мы имеем В России 180 тысяч Ликвидаторов Чернобыльской аварии На моментах регистрации Да, они были В Чернобыле Они ликвидировали Они Имели колоссальную Стрессовую ситуацию Колоссальную Психологическую травму Но лучевой болезни Это от Чернобыля Мы имели Всего 134 случаев Это в России И на Украине Совместно Из которых 28 человек Умерло Шестая клиническая больница Города Москвы Здесь лечат Лучевую болезнь Именно сюда 27 апреля 1986 года Спецрейсом Привезли первых Работников Чернобыльской станции Самых тяжелых Среди них Был оператор Центрального зала 4-го блока Олег Генрих На утро Первые симптомы Лучевой болезни У Генриха прошли Ухудшение наступило Через 10 дней Игорь приходил Вот мой Напарник С другой палаты И говорит Вот тот умер Тот умер А у меня было такое состояние Я не хотел ничего знать Я ему сказал Ты ходи Но об этом Мне не рассказывай Генрих выкарабкался Через два месяца Вернее Вытащили врачи Только тогда Он узнал Что жена и дети Живы И эвакуированы Из Припяти Лечение лучевых язв Продолжалось Еще несколько лет Вот где-то 5 лет Действительно Мы Еще продолжали Бороться Ну В виде операции Ампутация пальца Пересадка кожи А так-так У меня 9 У ребят по 25 Пластических операций Но лет 8-9 Я психологически восстанавливался Понимаете Вот То дольше Миф второй У людей Перенесших лучевую болезнь Появляются дети С врожденными уродствами Практики российских врачей Таких случаев не было Если вы речь Уйдете о двухголовых Детях О людях У которых 7 пальцев Или 6 Или отсутствует Какая-то конечность Или это карлик То вот сегодня Таких доказательств нет Российский опыт Не свидетельствует О наличии Врожденных Аномалий В лиц Подвергающихся Действию Радиации Миф третий Радиация Приводит к импотенции Это тоже не так А по этим делам Гаишник Я тоже один раз Останавливал Удостоверение увидел Ну я ему сказал Вновь будет все равно Он говорит Ну и как Первый сидит Жена на первом сидении Иди у нее спроси Чего же я буду сам всех Валя До сих пор Олег Генрих Как и все чернобыльцы Проходит обследование В 6 больнице Каждый год На всякий случай В болезни Которые вызывает радиация Латентный период До 20 лет Государство оплачивает Лечение И диагностику Латентный период Латентный период 350 человек Живет в зоне Постоянно В своих домах Несмотря на запрет Эти люди вернулись В родные места После аварии Сначала их пытались Выгнать из зоны С силой Не вышло Тут людей у нас 15 человек Тоже такого Как вертолет летит Дохавали Все Иначе это Однимцев Ну заставить Ну законно Заставить Бабушку Брать в наручники Вывозить Это смешно Все же так уж и знают А тут у них считается Молодуха Это 60 лет Как будто Михаил Матвеевич Живет в зоне В деревне Паришева Он бывший ликвидатор Работал шкипером На барже Возил по Припяти Песок и щебень Для тушения пожара На станции Дозу шкипер Получил большую Насколько точно Не знает Там радиации Было А я Наблюдался Начальством Начальство Высокое начальство В Волгах ездит И в багажнику Ящик водки Держит Покупляли Так что чувствовали Вот Так что такое С дома Иду отсюда Так самогонки Пляшку А чем А самая бедная Четверсушка Возьму в карман Там Обед Выпил Из лодка Звал И спас А что помогает Разве Водка А она кровь Поновляет Иди оденься Упил Четверсушка 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 Возьму в ту хату Еще один миф Самый стойкий Алкоголь Защищает от Облучения Это не так Сами ликвидаторы Считали что спиртное Сбивает показания Медицинских приборов В Чернобыле Хорошо платили Некоторые Специально пили водку Перед медосмотром Чтобы их не отстранили От спасательных работ 3 мая 1986 года Через неделю После взрыва На АЭС Всех обитателей Паришева Погрузили в машины И вывезли По-военному Людей в одно место Скотину в другое Два месяца Паришевцы ждали Пока для них построят жилье Не дождались Часть из них Пошла домой в Паришев Сегодня в селе 12 жителей До аварии Было 800 В хозяйстве у самоселов Две коровы Индюки Куры Вот заняли Соседский сарайчик Все равно пустоят Свои мясо Молоко Овощи Яблоки Это вишня Это вареники А это бурак Картошка Квасоля Это мы грек Мы делаем Такие Все свое Все мы кушаем Картошку Кушаем Я говорю Мене сьогодні Не жалите Так я им Я отвечала Не надо жалить Надо было жалить Тоди Коли строили Ту атомную Кто попитав Это можно Между хатами Строить ту атомную Это ей надо было У степах Строить Да не тут Между людьми А ви сегодня Кажу Мене жалите Нема чого жалить Я кажу Умру Мені кажу Возле автобусной остановки Паришев Аисты свили На дереве гнездо Значит Здесь кто-то живет Там где нет людей Аисты не селятся Брянская область Самая чернобыльская в России Это северный след аварии Он лег на Белоруссию И Россию В самом Чернобыле К Брянской зоне Относятся снисходительно Ну какой там уровень Своеобразный Радиационный патриотизм Самые сильно зараженные Районы Брянщины Зона обязательного отселения Но здесь тоже живут люди Постоянно Потому что некуда уезжать Потому что незачем Потому что за это Доплачивают деньги Так называемые гробовые 420 рублей на человека Здесь нет колючей проволоки Охрана и досмотра на въезде Это свободная территория Хотя и называется зоной Это вы пародиации, так? А? Пародиации? Ну, да А живучи вот тут Кое-якие старики Для вашего удобства В супермаркетах На кладбище Людмила Усинок Бывает не так часто Как хотелось бы Пешком далеко Машины нет Но старается навещать своих Здесь лежат ее муж И дочь Дочери было 27 лет Ее звали Надежда Все время было страшно Но я надеялась Я и сейчас даже Вот вы думаете, что я думаю, что она умерла? Я понимаю, да, что нету А сердце отказывается понять это Мне вот кажется, что она в больнице Приедет еще 1986 год Первомайские праздники Надя Усинок заканчивала тогда третий класс Впереди лето, каникулы Я хорошо помню это самое Была такая жара Перед этими первомайскими праздниками Организовали эти Ну, как раньше Юно-армейцы эти были Игры на стадионе Труд у нас И школы туда Послали Во-первых, они там соревновались Это же уже не знали Что здесь уже выпало все это Местные жители уверены Что Чернобыльское облако В мае 1986-го Не просто так выпало на их землю Его остановили Авиация и войска ПВО Чтобы не долетело до Москвы Йод, Цезий и Стронций Достались Брянску Именно за первую неделю мая Жители Клинцов получили Самую большую дозу Если бы эти дни люди посидели дома Если бы дети не играли на улице Если бы взрослые знали Через три месяца Радиоактивный йод распадается полностью Он опасен всего несколько дней Особенно для щитовидной железы И особенно для детей Это не обязательно рак Но при большой дозе Очень вероятно Первые симптомы появились у Нади в 90-м Заболевание щитовидки Два года Людмила Николаевна Возила дочь в Москву Диагноз рак Людмила Николаевна и Надя Впервые услышали в 94-м В 95-м Наде сделали первую операцию Потом еще четыре За время болезни она подружилась Со многими такими же Клинцовскими чернобыльцами Вместе было легче Но в конце 90-х Чернобыльцы начали умирать Люди с таким же диагнозом В апреле 2004-го Врачи вынесли приговор Надежде Пошел необратимый процесс От дочери Людмила Николаевна Долго скрывала правду Надя все поняла сама Она говорила Мама Я наверное умру Я говорю Не говори глупостей Вот Потом я нашла записки Где она там писала Стихи сочинала про смерть Мама Ты мне памятник мраморный поставишь Вот это Я говорю Ты не говори глупостей А с памятниками Говорю Мы разберемся Бонтировали Надежда Усинок Умерла в сентябре 2004-го Хотя бы вот так Ее надо Чуть-чуть Приглавить Вины врачей здесь В исходе лечения дочери Однозначно никакого и нет По какой причине Девочке был установлен Диагноз Новообразование И только лишь спустя год Хотя медики Из Обнинска Другие медики Настаивали на том Чтобы она должна Лечиться в специализированных Учреждениях Допустим Она должна была оперироваться И заболевание было Выявлено на начальной стадии Она от этого лечения Отказалась Вот таких вот Достоверно научно Обоснованных данных Которые доказывают Увеличение смертности При каких-либо Заболеваниях Связанных с проживанием В четырех регионах Которые подверглись Радиоактивному загрязнению В результате аварии Не найдено Есть определенные эффекты На детское население Но что касается взрослых Эпидемиологически доказанных Эффектов на территориях Пока нет Деревня Заборье Самое опасное место В Брянской зоне Местами фон превышает норму В 20 раз До 86-го года Здесь жила тысяча человек Двухэтажная школа Библиотека Аптека Сегодня сельсовет С медпунктом В одном доме И 100 человек населения Обычно Надежда Евсеевна Ходит к Михаилу Семеновичу За молоком Сегодня зашла Вот так по-соседски В пустом заборе По-соседски Это полкилометра Оно это есть Но однако Мне уже 80 лет Я не ощущаю ничего У него внуки Выше меня Внуки не прожили Жить еще? Не Да конечно А живут на здоровье Ну а тебе Что Оказала эта радиация Ничего Мы абсолютно Как жюри Так не живем Все работы Вот Вот Баран не болят Вот Ага Вот Тебе сколько лет Ага Так что ты До 100 лет Какая Какая Положено Периодически Вывозить в чистую местность Все живы здоровы Вредна ли радиация В деревне Заборье До сих пор Спорный вопрос Они ошиблись А раковые Были и до этого Кто? Акулья мой Померз Померз от крови А отчего иного Был пастухом Коров пастил Солхозных Пастухом Пыль глотал Я тут Хватая Может быть И повредила Миша радиация Вредит И не говорит А то Мы не выехали И все Остались тут Ну и живи И кушай И картошку И все И молоко И все И рыба И грибы Все мы Только организм И у каждого одинаков Может кто слабший Да и заболеет А вот кто крепший Может переживи Мнение ученых О малых дозах радиации Как и у брянских стариков Тоже расходятся Говорили японцы Что через 10 лет Мы будем отмечать Рост онкозаболеваний Через 20 лет После Чернобыля Будет очередной подъем А пройдет какой-то Период времени И особенно Может быть Родятся дети У тех Людей Которые проживали В нашей зоне И это отразится На следующих поколениях Ведь мы живем И не знаем Что будет дальше Сегодня существует Достаточное количество Работ Которое доказывает Вред Радиационного воздействия В малых дозах Также такое же Количество работ Может быть чуть меньше Которое доказывает Ее пользу В малых дозах Это абсолютно Дискуссионная тема На которой Не поставлены Окончательной точки Они живут И с гордостью говорят Вот мы можем жить Смотрите Вот даже некоторые Отчаянные Там заводят детей В общем Доживать там можно У всех Людей И у всех Существ Которые в этой зоне Находятся У всех Поломанные хромосомы Как вы хотите Вот вы хотите Чтобы у ваших Потомков Были уроды И так далее И так далее Все живите Если вам не жалко Свою жизнь Живите там Пожалуйста Внешний гаммафон В брянской зоне Не опасен Опасна внутренняя Радиоактивность Которую человек съедает В группе риска Молоко Говядина Ягоды Грибы Рыба И дичь Вчера проверяли Мы Со смолевич Молоко Вот у нас было Выше нормы Норма 100 А у него 126 Здесь не бывает Нулевого уровня Чистый продукт Значит в пределах нормы И каждый должен Заботиться о себе сам Помня Что чрезмерное Употребление радиации Вредит здоровью Мы Говорим человеку Что у вас Проба превышает Установленный норматив Значит Употреблять ее В пищу нельзя Но это опять же Дело личное Каждого Человека Конечно А как же У нас законно Законно На клинцовском рынке Можно торговать Только со справкой О радиационной безопасности Торговки ее радостно Показывают Или прячут товар Речной рыбой В клинцах Торговать запрещено На рынке Рыбу продают За углом В клинцах О, Мурки Откуда рыба Откуда Наверное Сущерпье Наверное Или А вы не боитесь Что-либо эту брать Вы же не знаете Откуда она Как это мы не знаем Откуда она Я постоянно беру Это речная Сущерпье Там документы Показать На рыбу Да Показать Покажи прямо Листочек Где накладные Не, ну а зачем Снимать Тебя, дядя На, впиши рыб Бывали Да, да Покажи накладные Накладные Что, пустая накладная? Зачем пустая? Ну, разверните Ну, я домой Не хочу ехать за рыбой Ой, за рыбой За бумагами Пошли Пошли Только оплачивать Лабораторию Будете Хорошо Запретить Значит, рыба У нас оказалась Выше допустимое Норма А норма Это 130 бикерелей На килограмм рыбы У нас 189 бикерелей Значит, естественно Мы Такую рыбу Не разрешаем Внимать в пищу Значит, это Радиоактивно Загрязненная рыба Только в России Сегодня живут Более полумиллиона Пострадавших от Чернобыля История их болезней Документ государственной важности Чем больше чернобыльских болезней Тем больше тратится денег из бюджета Тем очевиднее страшные последствия Тем сложнее двигать вперед Атомную энергетику Ну, вы спросите профессионал Врачей, биологов То есть генетиков Ну, скажут они И быстро, и коротко, и ясно Нет генетических последствий Сотни И виднейших генетиков искали Нету 16 областей Официально Официально 16 субъектов федерации Имели загрязнение Больше одного кюри А меньше одного кюри Что, не влияет, что ли? Влияет Влияет На Индию влияет Есть расчеты, что Только в Индии Там уж совсем маленькое было загрязнение И то Чуть не миллион человек Пострадало от этого Самого террориаза В Индии Есть более точные расчеты В Японии Я, значит, смотрю Если в Японии То есть с точными методами Показано, что Чернобыльские выпадения Были там Ого-го-го Какие? Значит, а у нас Только до Урала вроде бы А после Урала чисто Но этого быть не может Этого быть не может Я не собираюсь Мирать Ни в коем случае Я еще хочу Внуков дождаться Детей выучить Я не собираюсь Я буду бороться Всеми силами Мне очень плохо Но я все равно буду жить Ликвидатором Татьяну Горелкину Никто не признал Пострадавшая Чернобыля тоже Они с мужем И двумя дочерьми Просто жители Брянской зоны Татьяна была помощником Санитарного врача Санэпидстанции С мая по август 1986 года Она работала В самых загрязненных Районах области Контрольные пробы Замеры Дезактивация Школы Детских садов Нужно было успеть К первому сентября У нас ничего не болело Сначала Все было хорошо Ну как Как было Так и есть Зеленые деревья Цветные цветы Как говорится Все было хорошо Вода была Такого же самого укуса Молоко было Такого же укуса Какого оно и было До радиации Понимаете как Что вот Непосредственно Прямой опасности Не было видно А последствия Кто когда думал О последствиях Правильно Когда ты молод Когда у тебя есть силы Сегодня мой диагноз Популярный рак Щитовидной железы В местном радиологическом центре Она была первым пациентом С таким диагнозом Диагноз ей объявили не сразу Просто дали направление в Москву И когда я дошла И когда я увидела Большими-большими буквами Написано В СИСКИй Онкологический научный центр Естественно Мне стало плохо Там скамеечка Я села Посидела И знаете Вот тогда в министерстве Здравоохранения Мне сказали Что знаете Мы уже туда позвонили И вас будут ждать И если бы они мне сказали Тогда вот этих слов Возможно я бы вернулась И приехала назад в Клинцы Муж Татьяны Бывший подводник Дочери школьницы Горелкины живут В двухкомнатной квартире Оставшейся после родителей Виктора Работы в городе почти нет У Виктора только случайные заработки Пенсии Татьяны Двух тысяч рублей Не хватает ни на жизнь Ни на лекарства Удостоверения ликвидатора У Горелкиной нет Для этого нужно документально подтвердить Все дозы радиации Полученные ей В восемьдесят шестом году Историю своей болезни Горелкина посылала в Москву В экспертный совет Ответ отрицательный Значит Чернобыль тут ни при чем Значит Помощи от государства Не будет Хотя Татьяна Не теряет надежды Я просто буду уверена Что я еще немножко проживу И знаете почему? Я вам объясню Потому что я в состоянии Буду купить себе лекарства Я вам честно скажу Чисто по-человечески Те люди Которые сидели в кабинетах И не принимали никакого участия В ликвидации Последствий чернобыльской аварии Те имеют связь Заболевание с Чернобылем А я непосредственно Принимала участие в этом И я не имею связь С заболеванием с Чернобылем Мне очень-очень обидно До глубины души мне обидно Понимаете как? Это Россия Приезжайте к нам отдохнуть в Чернобыль Это не шутка А рекламный слоган Сегодня туры в Чернобыль В одном ряду с Таиландом и Грецией Предлагают несколько туристических фирм Клиенты в основном иностранцы Для них это далекая и страшная легенда Плюс адреналин Плюс постсоветская экзотика За 4 года фирма проводила в зону Тысячу туристов Почему я здесь? Зачем я здесь? Это история И она еще не закончена Это история всего мира С которой мы можем чему-то учиться Это не страшно, не экстремально Не страшно быть здесь? Ну Есть бизнес, когда Ведут людей на какой-то там сафари Это понятно И показывают туземцу Но когда показывают самоселов Как какую-то достопримечательность Люди, которые пострадали У людей, которые Какое-то горе И показывают их как Реликтовые какие-то существа Мне это не нравится Чернобыльские достопримечательности Припять Город без 50 тысяч жителей Очень похоже на огромный кинопавильон В натуральную величину Город почти полностью дезактивирован И полностью опустошен Рыжий лес Он был здесь 20 лет назад Деревья, сгоревшие от радиации, заживо Сегодня они обратились в прах Буквально Факел Здесь прошел первый след аварии Это одно из самых опасных мест На маршруте С дороги не сходить На фотографии из серии Я был в Чернобыле Нога туриста на обочине Как нога воина На теле поверженного врага Апофеоз путешествия Саркофаг Это единственный разрешенный Для съемок ракурс До четвертого блока АЭС 150 метров Здесь радиация бьет напрямую У стен саркофага Десятки тысяч микрорентген Там идет работа Дневная смена у рабочих От 4 до 20 минут Дальше отдыхать в чистой зоне Чернобыльская станция Не работает с 2000 года И работать не будет Готовится строительство Нового саркофага Он накроет четвертый блок На 100 лет Что будет с зоной Еще через 20 лет Не знает никто Есть идея Оставить все как есть Закрыть и изучать Своеобразный Чернобыльский Радиационный заповедник Можно сделать Зону туристической Ездят же люди Со всего света На руины древних помпей Есть альтернатива Потихоньку Отвоевывать территорию У радиации Освобождать Как на войне И жить И жить Субтитры создавал DimaTorzok